МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Ваш вопрос». Меня зовут Ольга Штополь. Мы работаем в прямом эфире. Итак, внимание, еда. Каждый четвертый продукт в России – подделка. Об этом заявил официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко, выступая на Гайдаровском форуме в Москве. Он заявил, что в стране фальсифицируются все виды продовольствия, за исключением одного яиц. Вам интересно? Сейчас есть возможность задать вопрос. Какие продукты вызывают подозрения у вас? Напоминаю, телефоны прямого эфира. Для жителей Барнаула – 5,5,0. Для жителей Алтайского окрая – 8-800-700-1802. Звонок бесплатный. Я представляю гостей в нашей студии. Итак, сегодня с нами Ольга Бархатова. Она заместитель начальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной управления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Алтайскому окрау. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Сегодня с нами Лариса Мелёшкина. Она руководитель испытательного центра пищевых продуктов и сырья Алтайского государственного технического университета. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. И с нами доктор Денис Фуголь. Он кандидат медицинских наук, доценкафедры пропедевтики детских болезней Алтайского государственного медицинского университета. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, вот мы практически сегодня за накрытым столом. Сейчас на столе у нас мёд. А почему мёд? Так вот, потому что об огромном количестве подделок, продающихся под видом мёда, заявил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов. По его оценкам, в разных регионах России сейчас продают от 30 до 70% якобы настоящего натурального мёда, который на самом деле мёдом-то и являться, собственно говоря, совсем не обязательно ему быть. Просто достаточно иметь этикетку. Вот в наш регион, в частности в Барнауле, не так давно прошла ярмарка, которой заинтересовался союз алтайских пчеловодов. Некоторая продукция вызывала подозрения, поэтому алтайские пчеловоды активизировались, собрали инициативную группу, вышли, приехали на эту ярмарку вместе с полицией и взяли несколько образцов. Вот часть из них сейчас у нас здесь в студии находится. Но прежде чем мы сами с вами попробуем определить, что является мёдом, а что не совсем мёд, давайте сейчас посмотрим на экран, как вообще проходила вот эта ярмарка и как проходило изъятие этого продукта с комментарием алтайских пчеловодов. Давайте посмотрим. Ну это вот стоят этикетки, что это кремь-мёд, что изготовлено на фабрике, что это вообще не мёд. А мне продали как мёд. Это уже неоднократно, они уже ездят к нам в течение пяти лет, эти гастролёры. В 2016 году мы уже привлекали Россельхознадзор и полицию нашу для того, чтобы всё-таки выявить, пресечь и принять меры административной практики к этим фальсификатчикам. Они выдают более дешёвые виды медов, выдают за более дорогие виды медов. Простой подсолнух, выдают за Донникова, его купажируют, наполняют ароматизаторами, подсластителями, всякими разными вкусовыми ароматизаторами, для того, чтобы именно потребители покупали вот эти продукты с хорошей рекламой, и люди идут туда. Там ещё на этой же ярмарке были так называемые кремы меда. Ну, там вообще полные, полные там, я не знаю, там вообще патока, сиропы, всё это подкрашено всякими разными видами. Выдаётся потом за натуральные кремы меда. Есть кремы меда вообще. Но на этих ярмарках это полный фальсификат. Когда мы начали их спрашивать на наличие тех документов, которыми они должны были подтвердить, а сами меда, по видам, да, то есть у них всего одно вид свидетельства на всё полностью. Это категорически. В субботу, когда происходило последнее вот это мероприятие, мы вызвали полицию опять для того, чтобы засвидетельствовать все документы, взяли объяснение со всех участников, со свидетелей, когда мы закупали. И теперь полиция передаст в Роспотребнадзор, где мы находимся конкретно на принятие мер. И отдельно есть отдел по контрафактам ГУВД Алтайского края. То есть уже как раз вот эти протоколы испытания мы тоже приложим и к работе самого Роспотребнадзора, и, конечно, передадим потом в отдел по контрафактам. И мы надеемся, что вот после вот этих всех наших мер и то, что мы доказательной базой, прекратятся вот такие ярмарки-гастролёры, которые вводят заблуждение потребителя. Итак, мы продолжаем. Внимание, еда и внимание на наш стол, в нашу студию. Здесь мёд, тот самый, о котором сейчас говорил представитель Союза пчеловодов Алтайского края. Ну, сразу, да, он обратил внимание на те самые креми. Да, они отличаются по цвету. То есть если мы говорим, что вот белый цвет – это не цвет мёда, позвольте, я сразу скажу, что у меня есть список, я знаю, что здесь и мёд есть, и не мёд. Предварительный анализ, который мы провели в лаборатории, он готов. Я сейчас, ну, у меня есть небольшая подсказка, я сейчас предлагаю вам, уважаемые гости, посмотреть, попробовать, если решитесь, и определить. Вот они все пронумерованы. Я не знаю, сейчас, если я покажу на камеру, вот такие вот номера есть на каждой баночке, и мы сейчас можем отсортировать то, что является мёдом, и то, что не является мёдом. Итак, уважаемые гости, пожалуйста, пробуйте, угощайтесь. Я смотрю, Лариса готова взять любую... Я хочу сначала попить, да? То есть так правильно будет. Я, знаете что, я вот хотела всё-таки обратить внимание вот на те самые крем-меда, о которых говорил сейчас Сергей Тастан, потому что они даже на запах отличаются от мёда. Вот, да, Денис перед эфиром уже попробовал, протестировал? Ну, то, что я унюхал, я не решаюсь попробовать это всё, если честно. То есть сразу отставим в стороночку? Да, я пробовать это не буду. Будете? Я буду. В абратории всё пробуют. Вот, Денис, понимаете, вот у кого профессия. Да, я не настолько отчаянный человек, что я... Человек видел многое в своей практике, он врач, поэтому последствия приёма некачественной пищи, что это может быть? Знаете, вот по внешнему виду напоминает какую-то пасту. Знаете, я тоже боюсь, если честно. Я побаиваюсь это пробовать. Я видел и много аллергических реакций, и много отравлений, и поэтому меня немножко это смущает. Ну, по крайней мере, аромат присутствует. Посторонних каких-то ароматов ужасающих не обнаруживается, поэтому пробовать будем. Вот у одной порции какой-то здесь был запах хвойный. Причём, когда... Это моя. Да. Вы не поверите, на вкус тоже, как эвкалипт, что ли, что-то вроде... Питовый какой-то. Да, 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 да. Такой концентрат для ванны, я не знаю, можно ли сравнивать это с боярышником, да, от которого такие страшные последствия. Но очень сильная вещь, я думаю, что лучше его отставить в сторону. Ольга, будешь что-то пробовать? Вот это вот не мёд, на мой взгляд. Я пробовать не буду. Кислит, кислит. Только понюхаю. Если попробовать, то я попробую вот коричневый вот этот вот. Здесь вот обезличенный аромат. Обезличенный. Практически нет его. Так, что у нас Лариса пробует? Номер какой? Номер пять. У вас номер пять. А я тут у меня небольшая подсказка. Номер пять. Запьёте? Не сразу. После вкусия подожду. А, тут ещё, может быть, после вкусия наступить. Кстати, вот здесь наступает после вкусия медовая. Да? Да, если это и крем-мёд, фальсифицированный, скажем так, то медовая после вкусия здесь есть. Качественная. Если подделка, то качественная. Они бывают тоже разные, да. Енис, номер один. Номер один. Ну вот, мёд напоминает и запах, и вкус, и… Ну, судя по тому, что вы просто решились это сделать, тут уже есть гарантия качества. И запах, лёгкие такие крупинки, вот фруктозы, которые вот обычно, лёгкое пощипывание, которое бывает обычно после мёда во рту. И нету вот этого сильно сладкого вкуса сахара, вот который бывает вот просто при… Сахарный сироп. Сахарного сиропа, да. Интересно. Вот я бы сказал, что вот это мёд. Это мёд. Что это первый? Что первый, что это мёд. Я вот себя тоже пытаюсь мёд выбрать, потому что восьмое, я вот сто процентов уверена, вот то, что Денис не решился попробовать, я попробовала, мёда там немного. Не чувствую. Да, я даже никому не рекомендую это пробовать. Вот четвёртая браздет с явными признаками брожения. Аромат спирта. А это что значит? Неправильное хранение? Брожение. Да, возможно, неправильное хранение. Несоблюдение условий хранения. Вот седьмой. По вкусу. Это смесь патоки сахарного сиропа, кристаллизованного. Это вы четвёртая? Да. Я уже сейчас буду открывать карты, потому что я не могу, когда люди столько говорят правды, а я сижу и молчу. Итак, у вас в руках фальсификат. Вы практически на вкус определили весь анализ. Я вам потом покажу упаковку, в которой был этот продукт. Вы сейчас вот всё, что там содержится, вы всё сказали. Я не знаю, там в процентном соотношении действительно фальсификат. Действительно, кроме мёда, да, здесь есть мёд, содержится ещё ряд дополнений, благодаря которым вот мёд, собственно говоря, и приобрёл вот такой вот вкус, который сейчас, ну, можно сказать, что неприятен, да, потребителю? Абсолютно. Это однозначно даже по органолептическим характеристикам не соответствует требованиям. Предъявляем к мёду, он сразу бы получил отрицательное заключение в лаборатории. Абсолютно правы. Да, Лариса, спасибо большое. А вот Денис у нас пробовал первый, да, образец. Это действительно мёд, мёд разнотравья, мёд алтайский. То есть ни с чем не перепутаешь, есть такое. И вот я попробовал седьмой, он вот запаха как такового не имеет, но вот вкус какой-то цветочный, немножко даже сказал, как слегка деколоновый. Чрезмерно насыщенный, а не естественный. Чрезмерно насыщенный, не естественный. И вот он очень такой немножко резкий и едучий оставляет после себя. Но мёд-то здесь есть? Мёд, может быть, даже и есть. Но вот даже вот резкое послевкусие остаётся. А что ж никто не угощается светлым, вот этим белым, крем-меда, который так рекламировал Союз пчеловодов? Там есть натуральное, вот среди белых баночек? Может быть, я ретроград, но я считаю, что мёд должен быть мёдом, что никакого крема там не должно быть. Если сметана, это сметана, мёд, это мёд, молоко, это молоко. Ну вот у нас наши гости, Лариса, Ольга, пытаются определить, что у нас в белых. Восьмой, я сразу скажу, я его попробовала, никому не рекомендую. Но это фальсификат действительно с непонятным наполнением. Ой-ой, третий, вы правы, это эвкалипт. И третий, да, да, эвкалипт, согласитесь? Эвкалипт. Это эвкалипт, это невозможно кушать совершенно. В лаборатории действительно сказали, что вот восьмое, может, там не совсем эвкалипт, но что-то хвойное. Действительно, в баночке в восьмой фальсификат, в пятой баночке фальсификат. Где у нас пятая баночка? Это повезло Роспотребнадзору, Ольга попробовала. Вам-то как оно? Абсолютно никакого ни вкуса, ни аромата, ничего нету. То есть какая-то непонятная, там, я не знаю, субстанция, паста какая-то. Ваши сотрудники в вашей лаборатории согласны, что это непонятная субстанция. Ну, как бы они определили, конечно, состав. Как вам? Горечь пережжённой карамели, при этом цвет белый. Ну, вот горечь пережжённой карамели, вот такой вкус. У лаборантов большой вопрос, чем подкрашивалась вот эта субстанция, потому что красители тоже могут быть самые разные. Диоксидом титана, возможно. Это что у нас оксид? Краситель белого цвета, синтетический. Да, ну, чтобы придать вот такой. Такими красителями подкрашивают зефир, пастилу, пастильные изделия. В составе можете обнаружить оксид титана. А вот посмотрите, а вот эта серая масса. Вот эта? Да. Номер, если подскажете, шестой. Вот шестой – это крем-мёд. Это настоящий крем-мёд. Если вот мы сейчас посмотрим по цвету, он даже по цвету отличается от вот тех трёх образцов, которые были приобретены вот на той самой ярмарке гастролёров. То есть тут такой вот белый, бежевый оттенки. Да, это такой немножко сероватый какой-то цвет. Ну и... Лариса? Ну вот с кислотностью этого мёда. Что-то не в порядке. Он кислит, он кислый. Ну вот это как раз крем-мёд. Туда входит кроме мёда ещё добавки. И как-то это всё взбивается, какой-то процесс и так далее. Ну вот я хочу сказать, что обнаружили сотрудники лаборатории вот в тех образцах, вот белого цвета, крем-мёд, которые так называемый, ну совершенно фальсификат, точно 100%. Глюкозо-фруктозный сироп. Вот Лариса ещё перед нашей программой говорила о том, что такое возможно. Вот что это за компоненты такие? Мне тут объясняли, что это кукуруза, зерновые культуры, крахмалы, которые в результате синтеза, переработки... Продукты гидролиза, крахмалов, останавливаются гидролиз на определённой стадии, получают глюкозно-фруктозные сиропы. В пищевой промышленности они вообще используются очень широко, но их назначение явно не фальсификация мёда. Конечно, в самом мёде содержатся тоже и глюкоза, и фруктоза. Поэтому интересно узнать, какие ещё показатели лаборатории оценили. Ну, эта официальная бумага, она у нас будет в нашем распоряжении. Ольга это проконтролирует, потому что действительно проводили все исследования в официальной лаборатории, которая имеет право проводить испытания, исследования целой массы продуктов. Ну, это действительно достоверный анализ. Я хочу сейчас дать слово представителю вот этого центра, представителю лаборатории, который, собственно говоря, и расскажет вот всю ту работу, которую они проводят уже не один год. Какие продукты они проверяют? Сейчас давайте посмотрим, послушаем. Продукт поступает в испытательный лабораторный центр через группу приёма регистрации и кодирования проб. В этом подразделении происходит обезличивание пробы, то есть лаборатория с целью соблюдения конфиденциальности не должна знать заказчика. После того, как образец зарегистрируется, ему присвоится код, оформится направление в лабораторию с перечнем показателей, которые лаборатория должна исследовать. Проба поступает непосредственно в лабораторию, где уже в зависимости от направления происходит исследование. У нас есть санитарно-гигиеническая лаборатория, в которой исследуют показатели, ну, судя из названия, санитарно-химические и показатели физико-химические. Есть лаборатории микробиологического профиля. Пищевые продукты у нас и сжигаются для того, чтобы получить осадок, и там придаётся определённая температура для того, чтобы начать исследование, то есть плавиться. Ну и некоторым другим манипуляциям, которые необходимы для выполнения методики на данный показатель. В 2016 году аккредизовались на наличие пыльцевых зёрен, на идентификацию пыльцевых зёрен в мёде. Под микроскопом исследуется наличие вот этих зёрен различных, и атласы сравнения позволяют нам сделать вывод о том, что мёд принадлежит вот к какому-то виду, определённому виду. Пищевые продукты практически все, практически всех наименований, то есть всех групп, всех групп, скажем так, продуктов мы исследуем. Но наша функция, функция санитарной службы – это исследовать показатели безопасности. То есть мы определяем, безопасен ли продукт для употребления. То есть сравниваем наличие определённых веществ и нормативов, нормативное содержание этих веществ с требованиями ГОСТов, санпинов и других технических регламентов и других документов. Показатели же качества продукта, качества у нас тоже есть в области аккредитации. Но поскольку это не основная наша функция, то их, конечно, поменьше. Таких показателей качества. Но в данном случае пыльцевые зёрна – это, конечно, показатель качества. Один из показателей. Мы продолжаем тему программы «Внимание! Еда». Ну и вот подсказывать, что у нас сейчас есть звонок, мы ответим нашему телезрителю и продолжим беседу. Итак, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы? Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Живу в городе Барнауле. Пасека у меня находится в Калманском районе. Ваш вопрос, Алексей. Мой вопрос такой. Сколько будет до сих пор времени будет... То есть есть фальсификация мёда, и мы, как пчеловоды, не можем до сих пор продавать свой продукт. Как власть будет реагировать на фальсификат мёда? Спасибо большое. Но вот мы уже говорили, что будет дальше с тем фальсифицированным мёдом. Сергей Тастан уже говорил, чтобы к этому привлечены уже и полиция, и Роспотребнадзор, и Россельхознадзор. Работа в этом плане ведётся. Вот какое наказание возможно и как возможно привлечь тех, кто продаёт вот такой некачественный продукт? Ну, если в ходе надзорных мероприятий по результатам лабораторной экспертизы мы выявляем, что продукт у нас не соответствует по показателям либо качества, либо безопасности, тем требованиям, которые установлены, то к продавцу применяются меры административного воздействия в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. То есть составляются протоколы, накладываются штрафы, и продукция эта, которая не соответствует требованиям, она изымается из оборота. Либо предписанием управления Роспотребнадзора, либо, если материалы дела передаются в судебные органы, то конфискация предметов административного правонарушения. Ну, тут самое главное, чтобы все были бдительны. Если вот такой вот случай встречается, если где-то видим, что какая-то там несанкционированная торговля мёдом, и не оставлять это просто так, без внимания. Вот как поступили наши медовики, то есть обратили внимание множество структур и встали на защиту своей продукции. Денис, вот пока мы смотрели видеоматериал, сказал, что мёд страшен не только тем, что какие-то вкусовые качества у них не те. Чем ещё опасен мёд? Да, абсолютно верно, потому что мёд – это текстура достаточно плотная, и доступа кислорода нет. И поэтому в условиях безвоздушной среды, без кислорода, накапливается ботулотоксин. А ботулотоксин опасен чем? Тем, что это нейротоксический яд, и возможно развитие такого заболевания, как ботулизм. И поэтому развиваются достаточно фатальные ситуации при употреблении такого мёда, заболевания ботулизм, которое приводит к тяжёлому поражению нервной системы. Почему вот на таможне и при вывозе мёда за границу очень чётко контролируется, везём мы мёд или нет, и в каком количестве. Конечно. А так хочется порадовать баночкой. Да, вот когда вывозим продукцию, особенно пчеловодов, за границу, они это жёстко контролируют. Вот у меня была такая проблема, когда я вылетал за границу к родственникам, они спрашивали, есть ли у меня с собой мёд, сколько я его везу. Есть какая-то доза, вот та, которая… То есть сколько нужно съесть мёда или можно съесть мёда, не опасаясь заразиться? Ну, во-первых, как он хранился и как его обрабатывали. Потому что, допустим, как живут пчёлы, как собирают мёд. Потому что вот бывает, допустим, когда используют много дыма для окуривания пчёл, и если в ульях создаётся вот эта вот длительная безвоздушная среда, когда очень много дыма запускают в ульи, чтобы вытравить оттуда пчёлы, они вот полудохлые или даже очень много мёртвых пчёл там идёт, когда они просто от угара погибают, то, вероятно, что вот ботулотоксин там и будет накапливаться в таком мёде. Поэтому очень опасно даже. А ведь покупая мёд непонятно у кого, мы не уверены в том, что это реально безопасный мёд. Да, в каких условиях он хранился, как он… А скажите, а то, что мёд – аллерген? Вот говорят, что мёд – это один из самых явных аллергенов. С другой стороны, медовики говорят, да что вы, мёд никогда не вызывает аллергию. Вы знаете, абсолютно неаллергенных продуктов вообще нет. У одного человека и гречка может вызвать аллергию, которую привычно считают неаллергенным продуктом, и кабачок может вызвать аллергию, и зелёное яблоко, которое считают неаллергенным продуктом, вызывает аллергическую реакцию. Просто мёд – это ведь концентрат пыльцы, который собирают пчёлы, и он может вызвать аллергическую реакцию тех людей, у которых есть реакция на пыльцу растений. Поэтому он и даёт такую реакцию. Если у человека нет реакции на пыльцу, то и аллергической реакции может и не быть. Хорошо, успокоили. Давайте так. Вот сейчас у нас мёд со стола мы убрали, а появился у нас сейчас хлеб, хлебобулочные изделия. Кстати, они в числе тех, которые называют потребителей, чаще всего жалуются на подделку. Может быть, Ольга меня поправит? Какие у нас продукты чаще всего вызывают вопросы? Если к вам обращаются, то это что? Основная группа продуктов, на которые к нам поступают обращения, это чаще всего скоропортящиеся продукты. Это молочные продукты, мясные продукты, рыбные продукты. То есть те продукты, которые из-за нарушения условий хранения очень быстро портятся. Но такие продукты чаще всего обращения бывают. Молочные продукты у нас тоже появятся в студии. К разбору того, что с собой принесла Лариса, мы, наверное, немного позже обратимся, а пока ответим нашему телезрителю. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Откуда вы? Как вас зовут? Ольга, здравствуйте. Меня зовут Евгений Русин, я из Барнаула. Здравствуйте, Евгений. Очень приятно. Взаимно. Ваш вопрос задавайте. Я хотел бы задать вопрос представителям контролирующих органов, которые находятся в настоящее время у вас в студии. Представьте, Русин. Я знаю, что не так давно Ассоциация пчеловодов Алтайского края выиграла судебные процессы по поводу поставок продажи фальсифицированного, не брендированного меда в торговой сети «Лента». В «Ленту» поставлялся мед в европейской части, по-моему, из города Новгорода под названием «Алтайский майский». Это на самом деле был не наш мед, не алтайский. Так вот, может ли контролирующие органы, могут ли оградить поставку фальсифицированной продукции в Алтайский край хотя бы, чтобы мед не продавался в наших сетях в Алтайском крае, а увеличить возможности продажи нашего алтайского меда. Евгения, спасибо. Да, действительно, вот этот случай, когда мы защитили свой бренд, бренд «Алтайский мед», ну, что я могу сказать? Здесь мы можем порадоваться, да, за что? За то, что вот бренд «Алтайский» – это синоним качества. И уж если поставщик маркирует свою продукцию как «Алтайскую», это значит, что он рассчитывает на хорошие продажи, да, и на признание покупателей, потому что вот уже сложилось такое мнение, что если «Алтайская», значит, натуральное и качественное. Вот не зря теперь на меде, если неважно в какой части России жили те самые пчелы, которые произвели этот мед, вот на него стараются написать вот ту самую аббревиатуру, да, там, «Алтайская». Ну, нас Евгений спрашивал о том, как контролировать, да, вот этот вот процесс. Ну, это только потребитель, да, может, наверное, как-то инициировать. Вот смотрите, если мы идем, видим на прилавках магазина продукт, который маркирован «Алтайским», да, а на самом деле он произведен там совсем в другой части России, мы обращаем на это внимание? Ольга, мы задаем этот вопрос кому? Торговой сети, получается? Здесь, получается, вопрос по торговой марке. То есть, кто имеет право нанести данную торговую марку, кто не имеет. Мы занимаемся вопросами качества и безопасности. То есть, неважно, какая торговая марка на данном продукте. Главное, чтобы он был безопасным. Конечно, главное, чтобы он был безопасным. А в какую структуру обращаться, если вот, кто это, лицензирование, скорее всего, да, наверное, если помогут мне гости, если нет, будем выяснять уже после эфира. А недобросовестное использование торговой марки? Да, 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 да. Это антимонопольная служба, наверное. Но это мы гадать не будем, действительно. Мы зададим этот вопрос тем специалистам, которые, ну, да, которые способны на него ответить. Если Роспотребнадзор начнет этим заниматься, его обвинят в предвзятости. Но, как правило, занимается этим вопросом держатель торговой марки. Он сам наиболее заинтересован, чтобы репутация его марки была высока. Поэтому проще даже обратиться к тем, кто является держателем марки «Алтайский мёд». Это ассоциация наша алтайская, производители мёда. Вот, это самое надёжное, потому что они сами, самое заинтересованное лицо в том, чтобы здесь не было никакой поделки. А мне подсказывают, у Евгения есть ещё один вопрос, он сейчас остаётся с нами на связи. Давайте выслушаем. Да, Евгений, продолжайте, пожалуйста. Спасибо большое за возможность задать ещё один вопрос. В мае 2016 года Министерство сельского хозяйства выпустило приказ, который ограничивает количество пулей в частных поборьях. Вот, в нашем... Приказ, по-моему, 194. И в этом смысле жалко, что нет, конечно, представителей нашего Министерства сельского хозяйства. Хотелось бы спросить. А мы, как регион, который декларирует и называет себя сельскохозяйственным, можем каким-то образом защитить наше производство, производство нашего мёда алтайского, его сокращение, для того, чтобы фальсификатор больше к нам не поступало. Евгений, вот действительно правильно заметили, что сейчас, вот в данный момент, ответить на этот вопрос никто из собравшихся не может. Это не в компетенции врачей, учёных, Роспотребнадзора. На самом деле, я этот вопрос зафиксировала, мы его озвучим и обязательно получим комментарии. Вот как раз по поводу количества ульев в частных подворьях, чем руководствовались, да, ограничивая это число, ну и так далее. Все сопутствующие вопросы, ответы разместим у нас в эфире, на сайте, так что оставайтесь с нами, следите за информацией. Ну, а мы продолжаем, рассмотрим хлеб, огромное количество хлебобулочных изделий. Я смотрю тут даже вот с такими, я сейчас покажу телезрителям, хорошо, Лариса? Хорошо. Даже вот с такими вот пометками Лариса готовилась, и поэтому, ну вот, на первый взгляд, всё же хорошо. Что здесь вас смутило? На первый взгляд, да, конечно, хорошо. А комментарии? Изделия имеются, упаковка тоже. Да, упаковка тоже, вид презентабельный. Я бы вот хотела начать немножко даже не с хлеба, а с того, что у нас есть такая тенденция в последнее время на рынке, размещение на продукции знаков эко, био, натуральный, органик, функциональное питание. Чтобы подсказать покупателю, да. Чтобы подсказать покупателю, привлечь его внимание. Это модно. Покупатель, это модно, да. Это модно. Покупатель на это реагировать не должен, он должен взять и посмотреть внимательно маркировку, потому что маркировка – это паспорт продукции, который нам доступен, да. По органическим продуктам, но здесь они не представлены, потому что уж слишком они явно, не так их много у нас в Алтайском крае. Скажу следующее, что если продукция имеет обозначение надпись «органик», то она вырабатывается по ГОСТу на продукты органические, соответственно, возделывание без всяких ядохимикатов, никаких средств защиты растений, никаких ГМО-семян. То есть это с самого начала. То есть это с самого начала. Вращивание сельхозживотных, никаких стимуляторов роста, ВЕД препаратов, абсолютно никаких антибиотиков. Далее, на этапе переработки продукции отсутствие полной химии, отсутствие ионизирующего излучения. Таким образом, продукция эта, она будет стоить несколько раз дороже. Конечно. Потому что выход меньше, соответственно, себестоимость совершенно другая. Просто так взять и указать «органик» нельзя. Продукция должна соответствовать ГОСТу на органические продукты. Тогда предприятие сделает что? Оно наверняка получит декларацию на органические продукты в любой добровольной системе. И мы должны на упаковочке такой продукции искать какой-то символ. Вот, допустим, если бы была международная система декларирования… У меня так и тянется рука к зеленой коробочке. Вы говорите «органика». Здесь нет ничего, никакого символа, подтверждающего того, что этот продукт органический, но он и не претендует на органический. Здесь просто привлекательное наименование «био-био». Вот как хочешь и понимай, это пока не гастирован. Этот термин «не гастирован». А зеленый цвет? Это, да, привлекает. Привлекает, конечно. Что это полезно для здоровья и так далее. Далее, продукты функциональные. Вот тоже мы видим на упаковке функциональное питание. Это должно быть не просто так нанесено. Это должно появиться наименование на основе доказательств. Потому что если продукт функциональный, то в нем должно содержаться не менее 15% биологически активных веществ, отсуточная норма потребления. И в данных о пищевой ценности эти данные должны быть приведены. Потребитель обязан поддерживать эти величины на всем уровне, на всех сроках хранения. И у него должны быть протоколы испытаний соответствующие. Почему вот эти два образца здесь появились? Берем вот этот образец. Указано, что данный образец является источником минеральных веществ, клетчатки и витаминов. Смотрим пищевую ценность. Про клетчатку не слово, про витамины, минеральные вещества также не слово. То есть чем подтверждено то, что этот продукт является источником? Ничем. Соответственно, для меня сейчас открыть. Источник. Самое главное на продукты смотрите термин «источник». Потому что если продукт-источник, мы открываем ГОСТ-Р 55-577, в котором указаны, какие нормативы клетчатки должны быть. Клетчатки должно быть, кстати, не так и много, 3 грамма на 100 граммов продукции. Я уверена, что в этих слайсах ее больше даже, гораздо. Поэтому мне непонятно, почему предприятия не выходят на рынок открыто, честно. Просто проверив эту клетчатку… Вот я, насколько поняла, состав вот… И все, и все, больше ничего. Чтобы сказать, что это функциональный продукт питания, здесь должно быть сколько клетчатки, сколько пищевых волокон, витаминов. Функциональное питание – это то питание, которое позволяет выполнять определенную функцию. Это пищевые волокна, это пробиотики, это пребиотики, это омега-6 и омега-3 жирные кислоты, и это микроэлементы. Цинк, селен, йод, железо. Все? Они же не должны все присутствовать в этом продукте? Большинство из них. Ну, какой-то основной какой-то компонент. Либо прой, пребиотики, либо пищевые волокна. Вы-то сами как к функциональному питанию. Это основное наше питание. То есть у нас разновидности, ну вот как питание, диетологические особенности. Есть оптимальное, есть рациональное, есть балансированное питание, есть функциональное питание. Конечно, в идеале, если это идет функциональное питание. Потому что, ну вот что такое сбалансированное питание? Там есть белок, жир, углевод, они идут стандартно, как в школе учили, один, один-четыре. Одна часть белка. Разделите тарелку на... Да, нет. Это вы так не любите, да? Одна часть белка, одна часть жира, четыре части углевода. Вот это идет там сбалансированное питание. Оптимальное питание – это питание, подобранное под определенную, допустим, нагрузку. Вот есть там столевар, вот есть ткачейка, вот есть там школьник. Вот это оптимальное питание. А есть функциональное питание, которое позволяет выполнять определенный ряд функций, чтобы там хорошо работала иммунная система, чтобы мышцы хорошо работали. Вот в идеале любое питание должно быть функциональное. Оно должно содержать те вещества, которые будут выполнять функции в организме. Белки – это построение мышц, крови, работа различных систем. То есть пластическая функция жир, это энергоемкость, это построение биологических мембран, это компоненты некоторых жиров, допустим, омега-6 и омега-3, жирные кислоты, это работа мозга, это построение палочек и колбочек, зрительный анализатор. Это противовоспалительный эффект, это иммуномодулирующий эффект. А как вы со всеми этими знаниями в магазин ходите? Для меня это просто… Я понимаю, да, но чтобы найти тот самый состав, мне кажется, это не одну полку просмотреть в магазине. А вы знаете, здесь просто-напросто обращаешь, экстраполируешь свои знания на ряд продуктов. Я вот в обычном магазине по минимуму покупаю продуктов. Вот я в последнее время перешел на продукты, которые фермерские. То есть им вы доверяете? А знаете, вот это из разряда био. То есть там зеленый листочек просматривается в каждом орехе? Да, вот мне кажется, больше… А какие семена, какие удобрения? А знаете, вот выбираешь какого-то минимального поставщика, который производит небольшой объем, небольшую партию… У которого побывал на участке и посмотрел, да, как это все происходит? Либо ты знаешь, как он выращивает, и что он не производит большую партию. Ты знаешь, что у него нету какого-то широкого распространения, что он это ест сам, и что он не продает в большом объеме. И вот как-то на это перешел. Да, это от того, что много знаний. Да, и я еще смотрю, что едят мои животные. Вот ориентируюсь на это. Опыт – это отдельная тема. Обязательно об этом поговорим, о животных. Немного позже, сейчас мы закончим их с хлебоблочными изделиями. Животные – это наше все, и обязательно вернемся к этому, мы запомним. Ну, совершенно я согласна с Денисом о том, что функциональное питание, его задача – поддержка здоровья и высокой работоспособности. Здесь еще указано на вот этой продукции, что продукция выполняет следующую физиологическую функцию. Активирует работу кишечника, способствует выводу шлаков и препятствует накоплению жиров. Эти физиологические функции тоже просто так прописывать нельзя. Поскольку продукция не является источником вообще ничего, кроме белков, жиров, углеводов, соответственно, это все аннулируется. Это недостоверная информация. Да, не принимаем во внимание так. По остальным продуктам, давайте посмотрим, по маркировке остальных продуктов. Зуба майская, например, да? Да, вот я ее самая первая взяла. Зуба майская. Да мне практически по составу ни один продукт я не нашла, который был бы достоверен. И по составу, по маркировке. Где-то есть, везде замечания встречаются. Первое. В составе не расписан маргарин. Даже если его меньше 2%, но в состав маргарина входит эмульгатор. Его указать обязаны. Далее, не указан глютен. У нас почему-то производители хлебобулочных изделий, макаронных изделий, именно алтайские, вообще боятся указывать глютен на упаковке. Почему должен потребитель, покупая булочку или макароны, догадываться о том, что там глютен? Ну да, он грамотный. Да, мы уже знаем, что в любых таких вот продуктах содержится глютен. Глютен не указывают только, если реализуют глютен. Во всех остальных случаях его указывают. По крайней мере, изделия итальянские, на них везде глютен указан. Очень интересно, здесь пищевая ценность представлена. Белки 6,5, жир 6, углеводы 85,5, сумма 98. То есть воды вообще нет, пищевых витаминов, минеральных нет. На воду оставили 2 грамма. Совершенно недостоверная информация по пищевой ценности. Можно я здесь поправочку? Да, расскажите о глютене. То есть это продукт из муки, и он априори содержит глютен. Тем не менее, техрегламент требует в случае глютен, содержащих продуктов, глютен указывать на этикетке как аллерген. А вот аллерген, да, аллерген и глютен. Это мы, это вот сейчас, в последнее время, очень часто, да, мы слышим такое у детей и так далее. Аллерген и глютен, это что значит? Нельзя совершенно употреблять изделия из муки? Здесь несколько разные вещи есть с глютеном. Есть целиакия, есть аллерген и глютен. Разные механизмы развития данного состояния, потому что целиакия – это состояние, которое требует пожизненного исключения глютен, содержащих продуктов. А аллерген и глютен – это временное исключение, к которому можно в последующем привыкнуть. Глютен – это не только пшеница, это и рож, и чмень, и овес. И в случае целиакии глютен необходимо исключать полностью. И здесь бывает такая ситуация, что глютен бывает скрытый и явный. Скрытый глютен – это то, что добавляется в составе различных компонентов соусов, масла сливочного, плавленных сыров, смешанных приправ. А учитывая то, что у нас зернокомбинаты, где у нас есть и гречка, и рис, где все это параллельно перерабатывается, и, возможно, контоминация даже безглютеновых круп глютен содержащими, мы не даем гарантии, что у нас даже безглютеновые крупы могут не содержать глютена. Это первый момент. Второй момент – приготовление безглютеновых продуктов у нас, опять же, может содержать в себе глютен, потому что нет отдельно выделенных линий. Да, я иногда встречаю на продуктах, что содержат следы глютена. Следы глютена, потому что у нас нет отдельных линий, выделенных для производства безглютеновых продуктов, и идёт контоминация на этапе производства. И за рубежом, допустим, есть заводы, которые производят только безглютеновое… Поэтому там чистая линия. Поэтому, да, там даже сотрудникам, которые работают на этом производстве, нельзя проносить свою еду на завод, чтобы они не могли своей едой контаминировать эту продукцию. Очень серьёзные подходы. Да, плюс ещё в рекомендациях ЭСБГАН и Кодекс Элементариус, это Европейская ассоциация педиатров, гастронтерологов, нутрициологов, там указывается, что содержание глютена должно быть меньше 20 ппм, это 20 мг на килограмм продукта. И контроль за содержанием глютена в продукте должен осуществляться на этапах заготовки сырья, производства продукта, упаковки и реализации. У нас в Алтайском крае это нереально. Мы, вот, кстати, проводили с кафедрой технологии производства пищевой… Пищевого производства? Пищевого производства? Технологии хранения, переработки зерна. Да. Ага, это в вашем университете. Да, технического университета. Мы проводили совместную работу. Были изумительные рецепты продуктов, проводили. Но, видите, как это была такая пилотная работа, пекли хлеб, пекли пряники, делали корзинки песочные, которые можно было. Это все делалось в домашних условиях, потому что невозможно выделить вот такую вот отдельную линию. Ни один хлебокомбинат не будет это делать, потому что это надо делать в большой партии, чтобы шла большая реализация. У нас в Алтайском крае нету такого большого количества людей, чтобы организовать вот целую линию. Чтобы поставлять это во все остальные регионы, нету такой упаковочной линии. Да, у нас такие годности продукции. И у нас нету таких лабораторий, которые будут сырье контролировать. Есть. Глютен. Да. Лаборатории. Это у вас? Нет, это центроценки качества зерна. Они определяют содержание глютена, аккредитованы на глютен. Это вот последняя новость. Слава Богу. А почему тогда... Смотрите, у нас появилась лаборатория, теперь очередь на линии. То есть у нас должна появиться линия. Потому что на тот момент мы отправляли это все в Москву. Изменилась ситуация. Есть аккредитованные лаборатории. Смотрите, как у нас все идет. У нас есть лаборатория, теперь нам нужна линия. Теперь нужна линия. У нас есть рецептуры, которым мы готовы просто подарить. Просто подарить. Да, есть рецептуры. В общем, если нас смотрят сейчас предприниматели какие-то заинтересованные, просто открывайте линию. Да, у нас есть очень добрые люди, я считаю, что это очень добрые люди, которые раз в месяц производят для наших детей с целиакии колбасу безглютеновую, сосиски. У нас есть общество детей с целиакии в Алтайском крае. И для них раз в месяц по индивидуальному заказу, то есть деткам формируют заказ, в это предприятие этот заказ передают, и не конкретно под каждого ребенка производят на своей линии, они останавливают эту линию, ее промывают, создают сосиски, колбасы, забирают этот заказ. И это было бы идеально, если бы у нас еще и хлеб, да, хлебобулочные, мучные изделия могли быть. Вот знаете, у нас времени не так много. Давайте, знаете, что сейчас сделаем? Мы продолжим разговор о хлебобулочных изделиях, но сначала мы посмотрим наш видеоматериал. Мы вышли на улицу города Барнаула и спросили, ну вот каким же продуктом чаще всего вопросы возникают у наших потребителей. Давайте сейчас посмотрим, ну и продолжим обсуждение. Когда молоко скиснет, оно почему-то синее, а нету сверху сметаны, вот, поэтому, ну естественно, значит, половина на воде, вот. Ну, а которое подороже, оно все-таки немножко, бутылку можно помыть, а бывает такое, что даже бутылку не надо мыть, она вот чистая. Еще от этого зависит, от поставщика. Вот, например, там один поставщик, он зарекомендовал себя хорошо, хорошая сметана, а другой сметанный продукт уже качество другое. А, знаете, да, что если... Конечно, да, а как же. Ну, обращайте на это внимание. Обязательно. Какие продукты чаще всего вопросы вызывают? Вопросы, сырки, творожные. Глазированные? Да. А что в них смущает? Качество. А какие они должны быть, вот, на ваш взгляд, и что в них не так? Ну, не знаю, не знаю. Раньше вкуснее было? Да. Кефирчик качество хорошего сейчас? Кефирчик, когда его не перевернешь наоборот, буквами и надписью, то в верхней части его голимая вода. И поэтому я переворачиваю, подожду, когда там маленечко все разрыхлится, и тогда только наливаю. Да, это в однопроцентном кефирчике такое состояние его. Претензий нет. Тем более разнообразие продуктов. Да, я думаю, все порошковое. Какое-нибудь молоко. Один порошок. Какие продукты чаще всего вопросы вызывают? Качество каких продуктов? Да почти все. Ну, например? Ну, сыр. Желательно бы лучшего качества. Колбаса. А в сыре что конкретно не устраивает? В сыре он какой-то недоделанный. Мягкий такой. Если честно так говоря. Колбаса вообще непонятная. Иной раз берешь, я уже свою кошку. Вот если кошка у меня есть что-то, значит я ем. Если не, значит я выбрасываю. Итак, мы продолжаем тему программы «Внимание. Еда». И вот как раз прозвучало последнее мнение о животных. Это то, что проверяют на качество продуктов на животных. Об этом мы поговорим буквально через несколько минут. После того, как ответим нашему телезрителю. Здравствуйте. Да? Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Да вот я хотела вашу передачу, смотрю, все время это. Вот продукты, сыр, вот я люблю, мед, вот все мы берем. И все оно не такое, как раньше. Хотелось бы узнать, когда мы это все, ну, хорошее все, что было. Колбаса, все вот это, как поддельное, как вот вы сказали у вас в передаче. Что кроме я ведь все ненастоящее. Ну, вот абсолютно солидарен с вами представитель Роспотребнадзора, Роспотребнадзора, Роспотребнадзор, конечно, не настолько категоричен. Но вот сейчас мы все-таки спросим общий совет, как выбрать тот продукт, чтобы он был максимально настоящим. Вот нам там сказали в опросе сыр, как будто недоделанный. То есть, собственно говоря, мы это и покупаем. И я думаю, производитель очень все явно на упаковке отметил, написал, там, естественно, написано мелким шрифтом, что это сыр, как правильно называют, молодой, да, каким он еще может быть. Нет, нет, там это не будет указано, что он молодой. А как это? Ну, не созрел и не созрел. Сокращена продолжительность созревания этого сыра. Это допустимо, если он сделан по ГОСТу, нет? Допустимо, потому что у нас к ГОСТам должны быть сборники технологических инструкций, которые должны неуклонно выполняться. Эти сборники, эти указания, они настолько уже устарели, и нигде их и найти-то невозможно. Вот, поэтому по нормативам, да, это допустимо. Структура не крошащаяся, да, допустимо. Вы знаете, можно я здесь еще делаю комментарий? Я вот иногда наблюдаю за людьми в магазинах, и вот за комментариями потом, которые люди эти отвешивают по продуктам. Люди приходят в магазин и берут, допустим, сыр, который лежит на прилавке, и стоит там, допустим, 30 рублей, там желтый ценник со скидкой за 50 рублей. Что может стоить 30 или 50 рублей в условиях наших? Сколько надо молока, чтобы получить вот этот сыр? Чтобы получить качественный сыр, сколько надо взять молока? В 10 раз больше. Поэтому нормальный сыр и нормальная колбаса или нормальный творог, он априори не может стоить дешево. Поэтому, чтобы купить качественный сыр, надо на цену посмотреть. Поэтому подойдите к более дорогому продукту и посмотрите. Если я хочу купить нормальный сыр, я уже подойду и посмотрю к более другой ценовой категории. Я приценюсь к нему, я посмотрю уже, какая у него текстура, какой у него внешний покров, там парафин или целлофан, как у него прилежит эта оболочка. Я возьму на пробу и попробую, если я хочу посмотреть. Если мне понравится вкус, я уже в следующий раз возьму. За 200 рублей мы не сможем купить качественное масло и качественное сыр. Коллеги, здесь я еще хочу обратить внимание на то, что неважно, 200 рублей, 20 или 30, состав-то должен быть достоверный. Ведь мы же говорим о фальсификации. Конечно. Даже за 30 рублей состав должен просчитать потребителей и уже делать выбор. Больше того, понимаете, вот этот мелкий шрифт, он вводит в заблуждение. Вот продукты питания предложили маркировать по степени вредности, но это пока только предложение, или полезности по типу светофора. То есть это у нас предложил специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природной деятельности, экологии Иванов. И, в общем, чтобы было виднее и понятнее. Вот лежит на прилавке, мы уже пишем, что это продукт, сырный продукт, молокосодержащий, все что угодно. А теперь еще и будет подчеркнут цветом. То есть это, конечно, дополнительная ответственность и обязанность производителя. Я не знаю, насколько поддержат, не поддержат это предложение, но тем не менее. А где эта градация? Кто будет этим заниматься? Идея хорошая, но будут ли это делать и будут ли на это обращать внимание люди? Насколько, опять же, достоверно будут наносить ту или иную маркировку. Да, люди, вот психологию людей я просто как врач сужу. Денис, мы ответим телезрителю, очень хочет получить ответ. Давайте мы продолжим по принципу маркировки. Да-да-да, здравствуйте, мы вас слушаем. Откуда вы, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Анатолий. Да, здравствуйте. Я хотел бы, во-первых, обратить внимание на то, что могут проконтролировать надзорные органы РОС, потребный надзор и РОС, и Льгородный надзор только в рамках фото-неплановых проверок, а их не так много происходит в течение года. Поэтому призываю граждан активнее обращаться в эти надзорные органы в случае, если они обнаруживают фальсификацию или оскорбление нормы, по их мнению, и тогда будет больше контроля на наших магазинах, наших фальсовых сетях. И хотел бы задать вопрос представителю РОС-потребнадзора. Скажите, пожалуйста, из вашей практики, какие часто показатели фальсификации встречаются в молочных продуктах, в мясных продуктах, ну, может быть, еще что-то подскажите? Спасибо большое за вопрос. Я, насколько понимаю, телезритель желает знать, как заменяются молочные на растительные жиры и так далее. Вот вы это анализируете в лаборатории? Да, конечно. За период прошлого года нами было выявлено 219 проб фальсифицированной продукции. Из них 209 проб приходится на молочную продукцию, 5 проб мясной продукции и 5 проб соковой продукции. То есть основная масса у нас фальсифицируется молочная продукция. Если посмотреть по группам молочной продукции, что больше всего фальсифицируют, то есть из всего ряда молочной продукции. 42% у нас приходится на сливочное масло, 30% приходится на сгущенное молоко, 10% сыр, 6% мороженое и сметана, и творог. То есть основное – это, конечно, сливочное масло. Сливочное масло. Да, фальсифицируют его жирами немолочного происхождения, то есть это заменители молочного жира. Вот такая статистика у нас. Спасибо большое, Ольга. Я бы хотела, вот у нас буквально несколько минут остается к животным перейти. Вот мы услышали вот это мнение, что я проверяю на домашних питомцах, если ест кошечка, да, то продукт натуральный. Больше того, есть Ирина Цхай, такая алтайская детская писательница, вот она мне тоже перед эфиром написала, Оля, я купила какой-то пирожок с фаршем или с мясом, кошечку угостила, она не ест, теперь я переживаю, что же я съела. Вот, Денис, у вас такое же какое-то мнение, да? То есть вы проверяете на животных? Ну, я знаю, что они у меня едят. Во-первых, они у меня едят сухой кошачий корм, но вот если они у меня лезут к такой вот домашней еде, как бы, а я готовлю вот домашнюю еду, у меня нету полуфабрикатов, как бы, я не покупаю полуфабрикаты, не покупаю готовой еды. Из молочных продуктов они у меня едят сливочное масло, ануйское, вот они лезут вот к сливочному маслу, к ануйскому. И Роспотребнадзор радостно улыбается. Да, да, они у меня едят зеленодольский сыл, ануйский и куриганский. Они у меня из йогуртов белый даноновский йогурт, вот только лишь данон производитель. И черно-бородинский хлеб они у меня дико полюбили, который выпекают в селе Лебяжи. Запомнили, записали, ориентируемся на предпочтение. Причем покупаю этот хлеб, вот маленький магазинчик, он никакой не сетевой, рядом с домом. Вот то, что вы говорите, покупаем у проверенных поставщиков. Вот буквально несколько минут, если уж мы на хлебе остановились, давайте вот оставшиеся посмотрим образцы. Мы еще о крупе ничего не сказали. Ну, оставшиеся образцы, они тоже грешат маркировкой недостоверной. Допустим, на батоне особый, вот здесь непонятно с чего сформирован цвет такой. Цвет? Вообще, абсолютно. То есть цвет коричневого, мука, пшеничная, высшего сока, все. Подождите, можно я взгляну? Все, больше ничего нет. А отруби? Отруби цвет не дают такой. То есть явно не хватает в составе, может быть, сахарного колера, но веществ не хватает однозначно. Семена кунжута указаны, возможно, внутри, вот я вообще кунжута не вижу. Да? Или вы его где-то... Нет, нет, здесь нет, это отруби. А вот на этом, касательно этого хлеба, я бы его не приобрела, по той причине, что в него внесен ароматизатор сливочное масло и краситель аната. Зачем в хлеб вносить ароматизатор? Ведь можно же получить приятный, очень хороший аромат и методом брожения, да? Ну, мы мед уже попробовали, там ароматизаторы добавлены. Ну, была, видимо, какая-то идея у предприятия. Ну, и еще вот на примере вот этой крупы хочу сказать, что... А что за крупа? Это хлопья овсяный геркулес, любимый всеми завтрак. Да. Но в магазине... Рекомендуемый, я бы даже сказала, да? Да, рекомендуемый. Также как и гречневая, очень популярная, и рисовая. Вот три вида крупы очень популярны. В магазине я бы никогда не приобрела, но лаборатория забраковать эту крупу право не имеет. Потому что у нас нет такого показателя в ГОСТе, как массовая доля мучки. А здесь вы видите, хлопья все разрушены. Они лом... Они, да, нарушена технология, технология пропаривания, плющения. Хлопья очень хрупкие, и при транспортировании вот так вот раскрашиваются. В итоге, когда дойдет до конечного потребителя, возможно, здесь будет 15-20% мучки, а не хлопьев. Это будет влиять и на сроки годности, потому что 4 месяца овсянки сроки годности. Мелкий продукт очень быстро прогоркает. Ну и, естественно, на готовую продукцию. Вот у нас совсем по времени все ограничено. Я думаю, что вот коротко, да. Я бы, знаете, что хотела сказать? В прошлом году у нас была принята стратегия повышения качества пищевой продукции. И вот те проблемы, которые мы с вами отражаем, они в этой стратегии тоже есть. Что и недостаточно методов испытаний. Нет единой системы лабораторной базы. Очень много замечаний по ТУ, по СТУ. Всем, кто интересуется здоровым питанием, если времени нет уже, я бы советовала эту стратегию почитать, потому что намеченные цели в этой стратегии нас возвращают в какой-то мере к началу двухтысячных. Вновь ужесточается ситуация со стандартами организации, с обоснованием сроков годности. И надеюсь, что в ходе реализации вот этих мероприятий качество все-таки, ситуация с качеством улучшится. И самое главное, запланировано постоянное проведение мониторинга качества по стране, создание единой информационной базы и лабораторных испытаний, и недобросовестных производителей. И уже на сегодня есть такая организация, работающая под гидой правительства, Роскачество, да, на сайте которой мы можем посмотреть результаты проведенных веерных испытаний. Спасибо большое, уважаемые гости. Вот время беседы ограничено, еще есть много тем для нашего общения. Увидимся в студии вновь. Спасибо вам большое нашим телезрителям. Спасибо за общение. До встречи.